МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пожарные здесь нередкие гости, в отличие от тех, кто должен следить за порядком. Жителям дома приходится брать ситуацию в свои руки. В некоторых коридорах они сами постелили пол и регулярно здесь проводят уборку. Жильцы пошли на принцип. Они отказываются платить за коммунальные услуги. Долг превышает полмиллиона рублей. Пять лет у нас директор управляющей компании. Пять лет он собирает с добросовестных жильцов плату за текущий ремонт. А текущего ремонта нет. Пусть он вернет нам тогда выплаченные нами деньги, а мы подумаем, менять нам компанию или не менять. Жалобы жильцов управляющей компании все-таки придется услышать. Уютный дом теперь на карандаше городских властей. Представитель управляющей компании тоже вполне адекватно рассуждает на эти вещи. И они готовы в ближайшее время начать работу. Надеюсь, что следующая встреча у нас пройдет уже по итогам выполненных работ. Председатель Магаданской городской думы Сергей Смирнов взял ситуацию под свой личный контроль. Также пообещал вмешаться, если управляющая компания недобросовестно подойдет к решению данной коммунальной проблемы. Звездочка откроется по плану. Подрядчик укладывается в сроки сдачи 39-го детского сада. В новом году после капитального ремонта здесь примут 140 малышей. В том числе с ограниченными физическими возможностями. Внутренние работы выполнены более чем наполовину. Сейчас основные силы брошены на ремонт фасада и благоустройство территории. Я не снимаю задачу перед подрядчиком. Новый год дети в детском саду «Звездочка» должны встретить у себя в родном детском саду. По своей работе в родном саду соскучились все воспитатели, которые периодически приходят и посещают, смотрят, как ремонтируется их детский сад. В следующем году «Звездочка» отметит 45-летний юбилей. За 4 десятилетия детский сад выпустил более тысячи маленьких жителей микрорайона «Звезда». Председатель Магаданской городской думы Сергей Смирнов провел очередную встречу с магаданцами в общественной приемной «Единой России». Среди обращений претензий жителей к работе управляющих компаний. Попытки жительницы дома по Кольцевой 52 Валентины Рыжиковой добиться заделки межпанельных швов не приносят результата. Тем временем в проблеме сопутствует холод и грибок в квартире. Магаданка опасается за свое здоровье. Я все-таки считаю, что нам нужно сначала разобраться вообще в целом ситуации, чем искать виноватых, невиноватых, кто должен что-то сделать. Надо оценить, специалисты проедут, оценят, в чем там проблема и пути ее устранения. И в дальнейшем эта проблема будет решаться тем или иным способом. Каждый понедельник Сергей Смирнов проводит прием граждан по личным вопросам в Магаданской городской думе. Записаться на встречу можно по телефону 22 55 23 или на официальном сайте представительного органа местного самоуправления. В городской план приватизации на 2018 год войдут 4 новых объекта. Об этом говорили на заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам муниципальной собственности в Магаданской городской думе. Планируется приватизировать помещение с незавершенным строительством и земельным участком в поселке Снежный, два гаража по адресу Болдырева, 8, административно-бытовой корпус с земельным участком на улице Первомайской. Из прогнозного плана приватизации предлагается исключить помещение по Октябрьской, 12, в связи с его передачей на условиях договора безвозмездного пользования мотоциклетной организации. Сейчас общество находится на цокольном этаже 72-го детского сада. Корректировки плана приватизации были приняты комиссией единогласно. Магаданские сладости отведают тамбовчане. Лучший кондитер поедет на всероссийский конкурс. Однажды мы все будем счастливы. Последний спектакль приезжих артистов на фестивале «Свет лагерной рампы». Тяжелые трудовые будни кота. Видео в рубрике «Мобильный репортер». Лучший кондитер Магадана работает в кафе «Безумное чаепитие». В региональном правительстве наградили победителей регионального этапа конкурса «Лучший по профессии». Кулинарное состязание проходило с 6 по 9 августа на базе лицея «Индустрии питания» в сфере услуг. Профессиональное мастерство продемонстрировали кондитеры из медицинского колледжа, городских кафе «Магаданского хлебного дома». Участники отвечали на 70 тестовых вопросов. Готовили бисквитные торты и пирожные трех видов. Жюри оценивало способ подачи блюда и вкусовые качества. По программе должны были предоставить два торта мусовых и три пирожных. Обязательный ингредиент – банан. Украшение шло у каждого свое. Третье место в конкурсе занял кондитер из «Магаданского хлебного дома» Марина Овсяникова. На втором месте – представитель кафе «Пронта» Юр Донат. Победитель Анастасия Денисенко представит Колыму на федеральном этапе конкурса «Лучший по профессии», который состоится 30 октября на базе Тамбовского колледжа торговли, общественного питания и сервиса. Судебные приставы предлагают магаданцам узнать о своих долгах. Мобильные группы дежурят в крупных торговых точках, аэропорту и на дорогах. Только за коммунальные услуги магаданцы должны предприятиям более 2 миллиардов рублей. «Магадан Энерго» предлагает реструктуризацию долга. Специальную акцию по оформлению соглашения о погашении задолженности на льготных условиях проводят до 27 сентября. В это время абоненты, желающие рассчитаться за энергоресурсы в рассрочку, должны будут заплатить первоначальный износ в размере 10%. В акциях судебных приставов принимают участие сотни человек. Треть из них оплачивают долги. «В основном, конечно же, штрафы ГИБДД, какие-то мелкие суммы оплачивают, но бывает, что и более 10-15 тысяч у нас проходят проплату». Рассчитаться с судебными приставами можно наличными и картой. В следующий раз акцию планируют провести с автоинспекторами в микрорайоне Пионерный. «Вот до чего доводят мясо. Из-за мяса семьи разрушаются. Зачем покупать этот отрицательно настроенный комок энергии, да еще такой дорогой?» На сцене Магаданского музыкального и драматического театра спектакль «Однажды мы все будем счастливы». Это постановка вологодских актеров, главная героиня которой – девушка Маша. Она с детства ощущает себя нежеланным ребенком. Стесняясь своей бедности и некрасивой внешности, Маша пытается завоевать авторитет в компании более удачливых и успешных, на ее взгляд, одноклассниц. Постановка вологодских актеров была последней в программе выступления гостей Всероссийского фестиваля «Свет лагерной рампы». Оказаться в Магадане вот так просто – это, не знаю, удача, везение какое-то, прям радость. Насколько мне известно, тут в театре идет не так много современной драматургии, поэтому встречина она была очень так неожиданна. И, ну, как мне показалось, зритель, я сужу по своему спектаклю, такой был очень внимательный и настороженный, мне кажется. Всероссийский фестиваль «Свет лагерной рампы» проходил в Магадане пять дней. Зрители познакомились с постановками театральных коллективов Вологды, Новосибирска, Екатеринбурга. Репортаж – самый активный кот в мире. Мобильный репортер тестирует работоспособность своего кота. Четвероногий несколько часов играл и устал настолько, что не может пошевелить ни лапами, ни хвостом. Он непоколебим. Он непоколебим. Спонсор рубрики – магазин «Мастерок». МТК-видео принимает сюжеты от жителей города и области. Присылайте ваши работы на номер 8-914-859-90-60. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова